Всем привет, с вами Игорь. И сегодня мои впечатления о том, как работают мои альтернативные источники энергии в декабре месяце. Вот сейчас, сегодня у нас какое, 12-е, 12-е, 21-го года, и какие впечатления. Кстати, кто первый раз зашел на мой канал, то я оставлю в описании ссылочки на плейлисты, там все по полочкам разложено, про тепловой насос, ветрогенератор, кто кому что интересно, то и смотрите. Все там и в описании будет, и в конце видео. Ну, вообще, конечно, хорошо, когда есть вся альтернатива. Вся альтернатива, много источников альтернативы энергии, потому что если что-то одно, то надеяться на что-то одно, я бы не надеялся. Вот у меня сейчас, в данный момент, это декабрь месяц, 12-е число, практически вся альтернатива сдохла, можно так сказать. Вот, то есть она не работает, она стоит, солнечная, ветровая, солнечный коллектор включался. Последний раз, кстати, солнечный день у нас был, нормальный такой солнечный день, когда мы на плоту столяном выплывали, да, жарили шашлык. Вот это вот был последний солнечный хороший такой день, что целый день светило солнце, работал коллектор, работали панельки у меня солнечные. Я вечером уже домой зашел, там уже плот мы вытащили, все, в доме тепло, прекрасно, коллектор с панелями справился на ура. Ну и еще тогда и не холодно было. Это все, на вот этом уже солнце закончилось, и вот на сегодняшний день солнца не было вообще, от слова совсем, ни один день. Даже чуть-чуть не было, чтобы он там включился, тот коллектор. Панельки там, они что-то такое выдают, вообще 8 киловатт панели у меня, кто не знает, то я на них вижу там 200, 300, 400 ватт, 500 ватт. 500 это еще в лучшем случае, это днем, когда не очень темно. А у меня там вообще-то стоит первая ступенька на бойлер, то есть в первую очередь греется бойлер, если уже больше энергии, лишняя, так сказать, ну не лишняя, а больше, чем 500 ватт, на бойлер у меня 500 ватт идет ТЭН, то уже включаются там обогреватели, все там от реле напряжения. Я уже рассказывал, как это работает, смотрите там в плейлисте. Вот, то такие есть дни, что даже вот эта вот нагрузка вроде бы небольшая, 500 ватт, да, на 8 киловатт солнечных панелей, она не дает напряжению подняться, даже до нормального, там 200, 210 вольт, а так где-то 170, 180 поднимается и не может, задавливает, даже вот такая вот мелкая 500 ваттная нагрузка, 8 киловаттное поле. Вот, так что на сегодняшний день, кстати, кому интересно, то есть моя солнечная электростанция выработала 33 киловатт часа за 12 дней декабря, ну это вообще, вообще ни о чем, ни о чем можно сказать. Солнечный коллектор тоже работал только 4 числа, нормально он так поработал, нагрел все, свое отработал и все, больше он вообще не включался. Если панели там хоть что-то выдают, какие-то копейки, ну, такую вот темень, можно сказать, ну, показывать на улице не буду, что творится, какая погода, вы сами знаете, выгляните в окно и все видно, как оно там темно все и страшно, мрачно. Вот такие черные дни настали для альтернативщика, да. Вот, коллектор тоже спит, солнечные панели практически ничего не выдают, ветряк у меня стоит на ремонте, но даже когда я им пользовался ветряком, это была, это моя самая первая альтернатива ветряк, когда он у меня был еще большой и страшный такой, вот, то даже тогда его хватало только на бойлер и нагреть комнату, где он стоит, ванную комнату у меня, 2 на 3 ванная комната, да, и там он нагревал это помещение и нагревал бойлер. Вот это на все, что на его хватало. Хватало еще немного больше, если он там работал не одни сутки. Бывает такое, что и сутки ветер дует без остановки, и двое суток, и трое, но очень редко. Сейчас вот у нас ни ветра, ни солнца, ничего нет. Вот, поэтому эта альтернатива, можно сказать, все, она вот так вот, нет ее. Надеяться на такую альтернативу не стоит. Вот, и, ну, я же говорю, ветряк, да. Ну, ветер у меня такой неветреный совсем, регион у меня, у меня, где я живу, это Черкасская область, совсем неветреный. Где-то так есть ветер, ну, раз, два раза в неделю, такой нормальный энергетический ветер, что можно с него что-то поиметь. А вот такое вот, что каждый день, а то еле какие-то листья шевелятся, то это, все мы понимаем, что это, а мне энергия с ветряка для зарядки аккумуляторов не надо. Я все это делаю, как вы уже знаете, по-серьезному, так сказать, по-крупному, да. ГВС, отопление, вот что меня интересует. А зарядить аккумуляторы, ну, там, чтобы потом там подзарядить телефон или телек включить, ну, меня это совершенно не интересует, такая альтернатива. Вот, короче, что работает? Работает на сегодняшний день только тепловой насос. Только тепловой насос, больше не работает ничего. Все стало, все стоит, все не дает сейчас никакой пользы. Один тепловой насосик мой меня радует и отдувается, можно сказать, за всю альтернативу остальную. Вот, греет, там, в себе, урчит, вот, сколько надо. Вот, вот такая вот альтернатива, да, на сегодняшний день. Вообще, я вам скажу, что тепловой насос, это самая, как бы, полноценная альтернатива, в этом смысле слова, да, альтернативная, или как сказать, ну, полноценная, наверное, правильно сказать, да, полноценная альтернатива любому виду отопления. Дровяному, газовому, там, это может заменить. Солнечная, нет, ветровая, нет, какая там еще может быть, нет. Вот только вот тепловой насос, так он может заменить любую, это полноценная альтернатива, которая не зависит ни от каких погодных условий, в моем случае, потому что у меня вода-вода, тепловой насос, как вы уже знаете, ну, кто не знает, может, первый раз. Вот, поэтому ему, как бы сказать, по барабану, там, какая температура на улице, минус 10, плюс 10, коп его не меняется. От этого у меня всегда плюс 11 скважин, и он всегда работает с одинаковой, максимальной эффективностью. Вот, вот такая вот альтернатива у нас на сегодняшний день. Вообще, вот я так размышлял, тепло Земли, которое берет тепловой насос, оно тоже, по сути, солнечное, то есть происхождение от Солнца. Ну, в принципе, вся энергия, которая есть на Земле, это солнечная энергия, ископаемая это энергия или неископаемая, это солнечная. И тепло, которое берет мой тепловой насос, это тоже солнечная энергия, просто она, как бы, саккумулированная в Земле за многие, 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 там, десятки, а может быть, даже и сотни лет образовалась вот на глубине, вот такая вот, ну, у меня 7-8 метров на глубине, такая вот стабильная, достаточно высокая для теплового насоса температура, плюс 11 градусов. Что интересно, в скважине, в колодце температура меньше. Вот я мерил зимой, перед тем, как собирал тепловой насос, тоже меня спрашивали, можно ли с колодца, то в колодце, что интересно, температура у меня меньше воды. Примерно, я так брал ее, она была около 10 в ноябре, и потом с каждым месяцем эта температура примерно на градус падала, и что-то до весны, до марта месяца я уже мерял опять, у меня было что-то около 7-8 градусов, март, апрель, ну, а потом опять дальше. То есть, вот этот вот верхний слой Земли, он не настолько, он все-таки подвержен вот этим вот сезонным перепадам, да, зима-лето, он все-таки охлаждается, верхний слой. А так как у меня скважина где-то 7-8 метров, вот, и я беру там глубже воду, то там уже стабильно получается, вот я слежу за этим, за температурой, там уже стабильно температура держится плюс 11 всегда, всегда, там до весны она не падает, это круглогодичная такая вот стабильная температура, и что мне вот нравится, вот это тоже надо учитывать. Речка, вот мне тоже говорили с речки брать воду, ну, вроде бы проще, да, хотя с другой стороны мне проще скважину пробить, у меня 3 метра и вода, а от речки мне надо перекапывать дорогу, чтобы протянуть трубу. И, но самое главное то, что с речки, я, собственно, тоже мерял, то я думаю, вы сами это знаете, что только 2-3 градуса в речке температура воды, 2-3 градуса на дне, ну, там, где и будет лежать теплообменник, там можно ее раскинуть такой полиэтиленовой трубой, петлями, вот, всего-то 2-3 градуса, да, в речке зимой, вот, и это факт, там нет никаких ни 8, ни 10, и даже и тем более плюс 11, поэтому в речку можно разве что скидывать воду, вот, скидывать, да, охлажденную, брать из нее для теплового насоса, я думаю, неэффективно, потому что вот такая вот, ну, речка, водоем тоже получается, там, такая низкая температура. Вот, так что делайте тепловые насосы, это эффективно, это надежно, это перспективно на будущее, вот, и я буду в следующих видео планирую сделать видео об окупаемости моего теплового насоса самодельного, потому что вижу, что людей это очень сильно интересует, ну, человек не знает, что это такое, не знает, что ее можно сделать самому, смотрит там видео, там рассказывает человек тоже, о, тепловой насос, классно, супер, но он стоит там, тогда называют цену, и люди сразу сдуваются, начинают считать свою окупаемость, сколько же это надо будет, эти тысячи евро, пока он окупится, то нет, ну ее, и все, и на этом, но я вот хочу на этом тоже заострить внимание, вот, да, окупаемости именно самодельного теплового насоса своего, тем более что она еще даже уменьшилась вот и пишите короче в комментариях какие бы может еще вы хотели бы увидеть видео на какие темы по тепловому насосу там про окупаемость или что-то посчитать там или я не знаю что вас интересует я то так вроде уже про все видео сделал но все равно какие то вопросы у людей возникают и эта тема интересна короче вывод в декабре месяце работает только тепловой насос вода вода все больше хотя кстати кондиционер бы тоже сейчас нормально обработал потому что на улице не холодно ну сейчас у нас в принципе не холодно плюсовая достаточно температура и он с какой то там более менее эффективностью нормально обработал может быть даже 3 хотя сильная влажность из-за того что сильная влажность он бы часто бы наверное обмерзал а может и не очень часто вот ну это уже надо пробовать смотреть вот кстати я еще об этом сделаю видео наверное как выбрать кто решил ну у кого глубоко вода там не может он пропурить скважины кто решил отапливаться именно с помощью воздуха воздушным тепловым насосом или даже кондиционером как правильнее выбрать его для отопления своего дома на что надо обратить внимание в первую очередь при выборе кондиционера или теплового насоса вот на этом я тоже сделаю видео потому что тема довольно таки актуальна и не все могут пробурить скважины у себя на участке и достать воду вот именно достать воду вот это вот проблема достать воду слить воду это не проблема я уже это говорил еще сто раз буду говорить не устану это не проблема это не должно вас останавливать сливать ее можно куда угодно в колодец в яму на землю просто вот у меня сейчас она просто на землю ну не вся конечно частично в скважину все-таки уходит частично на землю и ничего страшного не происходит никакого катка обмерзания озера там у меня нет как мне пророчествовали все это у меня нет все нормально уходит поэтому я же говорю это не есть проблема проблема воду достать поднять доставить ее к тепловому насосу вот это может быть проблема и серьезная у многих людей цена скважины глубина залегания и так далее и тому подобное дебет скважины тоже может быть ограниченный куда деть воду еще раз говорю не проблема это вас не должно останавливать ни грамма ну вот и все короче пишите что вы об этом думаете какие видео вы хотели бы увидеть еще раз скажу сейчас работает только тепловой насос все остальное стоит все всем пока до следующих видео до следующих видео Продолжение следует...